Файл прервался, sorry Продолжаем Если у вас перестает на карту памяти записываться какой-то файл Или она замерла на каком-то моменте Или здесь работает, там не работает Вам нужно два момента проверить Первое, когда была сделана последняя запись Вы сможете увидеть дату, когда она была создана на файле Если это было достаточно давно Флешка перешла в режим read-only Только чтение Соответственно, на эту карту памяти больше ничего не записывается Она показывает, что пишет, индикатор горит Минуты бегут, все бегут Но она туда, короче, не пишет Флешку надо менять Флешку берите нормально У меня на канале есть чудеснейший и максимально недооцененный ролик по картам памяти Там я рассказал все по пунктам Как именно нужно выбирать карту памяти В том числе для видеорегистратора В 2022 году рекомендую к покупке карту памяти Что-то типа никаких нонеймов малоизвестных Что-то типа сандиска Самсунга Где будет 10 класс У-3 и В-10 хотя бы Без индекса А Но об этом в отдельном ролике А и с кодеками Если бывает, что файл все-таки пишет, но не открывается Или на видеорегистраторе открывается На доме компьютера не открывается Вам нужен более свежий проигрыватель Либо прям поставить проигрыватель с кодеками Media Player Classic Если выбрать его версию Full или даже Mega Он будет содержать в себе максимальное количество кодеков Это нужно и для воспроизведения видео Потому что бывает, что видео идет, звука нет Или звук есть, видео нет Или еще какая-то другая шляпа В таком случае вы можете выйти с положения И скачать Media Player Classic или подобного рода плеер Который будет содержать внутри себя кодеки Установить все это дело на компьютер И он у вас откроется Сори, ребята, я чекну быстро комменты К большому сожалению, только так Я вижу, продолжается логин Я ничего поделать не могу, ребята Где наш тысячный онлайн? Где тысяча зрителей, которая была раньше? Так, продолжаем дальше Очень нужна ваша помощь Помогите, пожалуйста Прошел телефон до полного сброса Удаление всех данных После чего захожу в Google аккаунт Он мне пишет, что неправильно почта введена Хотя этого не может быть И почта абсолютно правильно Очень нужна ваша помощь На аккаунте очень много игр с крупными донатами Смотрите, если он вам пишет Что вы входите в аккаунт Но говорит, что он неверный После сброса сработала ФРП-блокировка То если он пишет, что неверный То он действительно неверный Возможно, была введена еще какая-то Google почта Возможно, она была введена ранее А он почему-то помнит ее О сборе бывает в Android Поэтому имейте в виду, что почта действительно должна быть другая А если вам нужен именно сам аккаунт И нужно ввести Это как бы мухи отдельно Котлеты отдельно Или там все Что-то, короче, по отдельности Потому что Вы в таком случае Пишите свою модель Пробел ФРП В Ютубе Снимаете блокировку по видео какую-то Либо идете к специалистам В сервисный центр Они вам помогут Если есть деньги Соответственно Вы снимаете блокировку И потом просто вводите свой аккаунт И все восстановится То есть это две проблемы Причем я не вижу, собственно, проблем И не мучайтесь Не мучайте телефон Так Коврик-то заземлен Не сарказмом ради Сам такой коврик Я дальше не буду читать комментарии Это комментарии к ролику Про оборудование нового места Для нового инженера Коврик не заземлен ЕСД-зона у нас есть В отдельном помещении Так Славик Напомни свою должность Моя должность Говорящая голова Так Продолжаем продолжать Почему не синяя изолента На линзах Непорядок Нужно перемотать Синяя изолента Решает многие проблемы Согласен Но только что-то Я не понял К чему был этот вопрос Так Здравствуйте Срочно нужна помощь Ну Срочно Да, цитирую Здравствуйте Срочно помощь нужна Самсунг С7 Не выходит из безопасного режима У вашего Самсунг С7 Хозяин Который мокрыми руками Хватал телефон Как правило Это у вас Зажата кнопка громкости Минус Которая кнопка громкости Вниз Либо вы мокрыми руками Трогали Влага попала Либо вы его роняли На этот самый торец Либо как-то Роняли короче Что эта кнопка Теперь замкнута В постоянном замкнутом положении Напоминаю Что безопасный режим Включается С двух моментов Это вы выключаете Полностью телефон Начинаете его включать И зажимаете минус Либо во включенном состоянии Жмете долго на выключение На экране На сенсорную кнопку Он говорит Перейти в безопасный режим Да, перейти Соответственно Вот он сейчас У вас думает Вы его перезагружаете И он при включении Сразу видит Что у него Нажата кнопка громкости Вниз Он же не понимает Вода в нем Или хозяин жмет Соответственно Он вас сразу бросает В безопасный режим Это механическая неисправность Рекомендую попасть в сервис С этой проблемой Так Хитрость При ремонте iPhone Я показывал Замену батарейки На iPhone 5, 5S и 6 По-моему Где на пинцет Наматываешь скотч Из-под батареи И вытягиваешь И батарейка типа отпадает У нас Аналогичная ситуация Только человек утверждает Что в 90% случаев Вытягиваем скотч Не работает Он просто обрывается Такое случается Если он старый Сильно перегретый Или еще какая-то Другая история Либо мененный Заводской скотч Хорошо скручивается Но есть ситуация Конечно не 9 из 10 Может быть 1 из 10 Когда он действительно рвет Тут ничего не поделаешь И тогда ты будешь клеить Не клеить А выклеивать Как 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 получится Зачем приклеивать Еще Зачем приклеивать Новый аккумулятор Таким количеством скотча Хватит И совсем маленького Куска Батарея прижимается С передней панели И никуда не денется К сожалению Денется Это Примеры Когда представишь Что это iPhone Ты его берешь И плюс Вот это Дык В случае чего Если ты наклеишь Вот такой кусочек скотча И сэкономишь Соответственно Батарейка Может Не знаю Наверное Вряд ли Но в теории Она может Шлейф порвать Нет Наверное не может Но в любом случае Болтание батарейки Внутри корпуса Не есть хорошо Так Скажи дружище А понизить прошивку Таким образом Без разблокировки Загрузчика Можно На Xiaomi Redmi 5A Есть ролик полный По прошивке Redmi 5A И в нем Разблокированный Загрузчик через сервер То есть Официально просили Запрос Вводили в свой Mi аккаунт И просили Там ждать нужно было Тогда еще нужно было Две недели ждать Сейчас уже там Около нескольких дней Нужно ждать А на 5A вообще возможно Не нужно ждать Потому что он достаточно старый Но это не точно Человек спрашивает Можно ли Также сделать Понизить прошивку Без разблокировки Загрузчика Потому что ему нужно Заморозить Mi сервисы Чтобы Делать разблокировку От Mi аккаунта Я ее осуждаю Я заморозки сервисов Вообще не рекомендую Слишком много побочек В этой процедуре А проще заказать Полноценную разблокировку От Mi аккаунта На каком-нибудь сайте В любом В любом нормальном Чате телеги Ориентировочно Это будет стоить Около 2000 рублей И бед не знать Так Нефиг давать в играх Нет Ну тут Другая история Человек хочет Донатный аккаунт Зачем-то Связать с ВРП Хотя это две разные проблемы Так Смотрим дальше Привет У меня есть проблема Когда я захожу в рекавери Samsung S9 У меня нет кнопки Вайп дата Фактор резет И еще нескольких функций Скажи пожалуйста Что делать при такой ситуации То есть интернет уже перерыл И ничего не нашел Такое может быть при блокировке Samsung аккаунта В теории И MDM блокировки В теории Но как правило все есть Если вдруг нету Вайп дата И как человек утверждает Что он вышел из аккаунта Samsung Из аккаунта Google Возможно он что-то не договорит Возможно он вышел через интернет А с телефона он не вышел То есть телефон возможно Висел на заставке и до этого То есть он не был включай Когда он выходил Выйти в браузере Из Samsung аккаунта Или из Google аккаунта Неравнозначно Неравноценно Выйти из аккаунта На телефоне Потому что телефон Не поведет себя так Как вы думаете Что вышел там где-то в браузере И он тут раз И сам вышел на телефоне Или подключился к интернету И вышел Как бы странно это ни звучало Это должно работать так Но оно так к сожалению не работает Господи мне лампа Прождет глаза Вот Соответственно мы Не можем Ничего сделать На что здесь сработала Какая-нибудь Samsung блокировка Например Но если уж вы настаиваете На том что все норм Прошиваете Берете Такую же прошивку Как у вас стоит А у вас в рекавере Будет написан Версия загрузчика Версия прошивки Версия загрузчика Скачиваете такую же прошивку Прошиваете Либо повышаете Ставите последнюю Это тоже рекомендуется Потому что Последняя прошивка Есть последняя прошивка Если вы не хотите Делать никаких манипуляций Потому что Повышенную прошивку Вы потом фиг откатите Это тоже важно Я все же настаиваю Я могу ошибаться, в этом вопросе я могу плавать. Медиаторы Элис очень хрупкие, ломаются почти сразу. Лучше брать Дунлоп Юсей. Речь идет о медиаторах, которые я забронировал. Вот так вот они выглядят. Ребята, в ОБС-ке битрейт скачет вообще только в путь. Буду писать в Дзен письмо. Потому что это свой шел. Сори, ребят, прям секунду. Василий, ты в прямом эфире. Здравствуй. Здравствуй, Слава. Здравствуй, что ты хотел? Ты на айфон все пишешь? Сейчас на Фуджи. Ты про стрим или про что? Ты про стрим или про что? Про стрим. Стрим на Фуджи. Стрим, понятно. Ну, больше вопросов. Давай. Чувак, 7 раз позвонил за себя. Извиняюсь, ребят, за это отвлечение. Потому что он бы не отстал. Короче, у нас есть вот такие медиаторы. Они, есть отдельный ролик по ним. Я предлагаю это как инструмент для разборки каких-то... Не предлагаю, я сам их использую для разборки, например, ноутбука. Когда нужно крышку открыть, не оставите себе следов. Я вот такие медиаторы покупаю. Про медиаторы Элис. У нас есть, кстати. Мы там парочку еще разыграем как-нибудь. Медиаторы Элис. Это те медиаторы, которые я показал на Алике. И сказал, что типа можно их покупать. Вот. Они, согласен, они могут быть одноразовыми. Особенно если большой-большой поток. Но там их в комплекте 100 штук. Поэтому вероятность того, что вы их сломаете на 100 аппаратов... Вероятность крайне мала. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита пишет. Я как раз недавно даже услуги мой помощник оставлял. Так, ладно, это нет. Это неинтересный вопрос. Это про операторов. Сейчас мы найдем вопрос. Парам-пам-пам. Так. График дежурств по кухне нет. Сейчас мы найдем что-то по ремонту. Очень много комментариев. Поэтому я не всегда могу. Комментарии, вопросы типа. А почему вы не отвечаете? Я говорю. А должен? На что? С такими ответами ты подписчиков не наберешь. Через И. Чувак, осознай факт, что никто никому ничего не должен. Живи теперь с этим. Так. Так, 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 так. Парам-пам-пам. Где архив-то? Ребята, кто пишет под видосами. Вопросы. Где архив-то? Где, блин, архив? А архив-то, блин, где? Ну, какой-нибудь там, не знаю, мы говорим, какую-то разблокировку или прошивку. И спрашивают, где архив. Ответ всегда один. Причем он есть в комментариях. Иногда даже закопленных комментариях. Просто кому-то проще написать свой комментарий, чем что-то почитать сначала. Либо посмотреть видос. Короче, история в том, что у меня все ссылки были стерты в начале, то ли 19, то ли 18 года. Ю-ту-пом. Ну, почти все. Наверное, не все, но почти все. Татарская морда пишет. Помню, у меня в дорогущих наушниках Техникс одно ухо перестало работать. Ну, проводок там где-то сломался, видать. Гарантия закончилась. Приношу на платный ремонт в СЦ Панасоник. Техникс это их подразделение. И они мне отказывают. Прикиньте. Звоню на горячую линию Панасоников и рассказываю, на что он мне отвечает, что свяжутся с этим СЦ, и завтра уже могу заехать сдать наушники. Сказали, этот СЦ офигел, вообще получится по шапке за такое. В итоге починил, правда, долго ждал, пока проводок нормальный приедет. Так что ныть на горячую линию бывает полезно. Ну, не все однозначно. Так однозначно часто просто некомпетентность приемщиков или еще кого-то может обернуться в какую-то историю. И не только с Панасоником. Вообще, не бойтесь звонить на горячую линию производителей, а также держите в голове мысль, что, опять же, они могут быть не виноваты. То есть, как это правильно объяснить? Первое. Звонок с горячей линии. Типа, и что, всем там вставят? Ну, могут вставить при очень сложной истории, или когда кто-то кому-то нахамил, или испоганил имя бренда, попытался замазать. За это могут вставить. Но, по большей части, это выглядит так. «Здравствуйте, у меня не хотят брать телефон в ремонт». Звонит сервисный центр, представитель, звонит и говорит. «Там завтра придет чувак, который принесет вам телефон. Примите его, пожалуйста». Сервисный центр примет этот телефон и напишет тому чуваку, который звонил, и скажет «Я его принял, тут то-то, то-то, что делать?» И тот чувак уже там скажет, что это какая-то сложная проблема, сложная история. И это просто решится в пользу клиента ради лояльности клиенту. Не более. Не так, что «Ах, они гады такие!» Просто ради лояльности клиента многие бренды так поступают. Например, так поступает Samsung. Они сильно лояльны клиенту и готовы помочь даже там, где я бы зажал. Ну, я это я, понятно, кто я и кто-то, кто Samsung. А они будут делать, даже себе в убыток сделают какую-то процедуру, что-то примут, что-то проведут по гарантии. То есть я даже знавал истории, когда чувак мочил телефон, честно об этом говорил на приемке, и Samsung все равно делал. Потому что чувак был социально активен, и я предполагаю, и он мог что-то сделать в социальных сетях. В каком-нибудь Инстаграме или еще где-то просто взять и нагадить. Условно. Samsung это зачем? Ради каких-то двух-трех тысяч рублей? Они это сделали, потом этот социально активный чувак, естественно, в социальных сетях. Какие они молодцы! Сервинг-центры говно, а вот Samsung молодцы! Но это условный пример за Samsung в плане лояльности. Samsung, Panasonic, одни из самых крутых брендов. One Love Samsung. Здравствуйте, подскажите, планшет Asus ZenPad, как узнать модель, чтобы перепрошить? Аппарат не включается. При нажатии комбинации клавиш не заходит в рекавери. Как перепрошить в таком случае? Перепрошивка в таком случае представляется следующим образом. Вы открываете телефон, разбираете. Если снимается задняя крышка, снимаете заднюю крышку. И смотрите все маркировки, что увидите. На плате, на шлейфе. Кстати, на шлейфе очень действенный выход из ситуации. На крышечках, под крышечками, на батарейках. По этим маркировкам, например, 2BL-06, забиваете ее в гугле, и он такой выходит. Купить шлейф 2BL-06 для Asus 00L. И ты иди сюда, родной. Ну, понятно, что можно относиться на ту историю, что шлейф может ставиться на несколько моделей, и ты не от своей модели что-то там купишь. Какую-то запчасть такую тоже возможно. Просто погуглить чуть больше, убедиться, что только на вашу модель этот подходит. А также вы же увидите картинки этого телефона, на который ставится шлейф, и сравните свой телефон с картинкой. Так, в любом случае разбирать. Так, сейчас я сотню-другую. Ошибка то ли IE, то ли 1E, то ли LE. Не знаю, как просто вот написание палка и E. А как это по-английски, цифрами как, понятными. У меня ошибка 1E выходила из-за плохой работы датчика уровня воды. Пресостат. Вода без остановки набиралась, потом на максимальном уровне сливалась. Наверное, по защитному алгоритму. И машинка LG выдавала ошибку 1E, хотя с подачей воды проблем не было. Продул шланг, датчик уровня воды и норм. 1E, это ошибка под роликом про техобслуживание стиральных машин, говорит о слабом напоре. То есть, так или иначе, мой ролик должен был помочь. Потому что в ролике я показал, что в шланге даже есть песок. Покруче, чем в почках. Вот. Соответственно, прочистка того же шланга, продувка и всего остального, она обычно помогает. Ошибка уходит. Могу ошибиться, но подобного рода ошибки еще могут быть при отдаче воды, по-моему. Но вот я за 1E, я не ручаюсь, потому что на памяти я их не помню. Я стиральные машины не делаю. Так. Нафига донатить? А, так, это я отвечал. Окей. Продолжаем продолжать. Ребята, это была вторая часть с ответом на вопрос. Сейчас будет еще третья.